здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала последнее время меня часто просят сделать видео обзор как правильно пользоваться приложением google аутентикатор для чего собственно нужно данное приложение некоторые интернет-ресурсы в особенности это те чья деятельность связана с хранением денежных средств или личными данными предлагают повысить уровень защиты аккаунтов своих пользователей на выручку приходит это эффективное и очень удобное приложение давайте вместе разберемся как же работает google аутентикатор я покажу работу приложения на примере ресурса get hub точка нет если вы не работаете с криптовалютой а google аутентикатор вам нужен для установки на другие сайты не переживайте это приложение везде работает в точности по такому же принципу который я сейчас вам покажу заходим в раздел безопасность и выбираем пункт активировать двухфакторную верификацию в других сервисах этот пункт называется также самое ну или на английском языке enable two-step verification нас перебрасывает на страницу активации google аутентикатор обратите внимание на экране расположен qr код а также строка для ввода кодового слова что мы делаем далее открываем google аутентикатор на вашем смартфоне и жмем на кнопку сканировать штрих-код сразу после сканирования произойдет автоматическая синхронизация вашего аккаунта с вашим мобильным приложением шестизначный код который появился на экране вашего смартфона вводим в этом поле готово нас оповещают о том что двухфакторная верификация успешно включена а значит google аутентикатор активирован как мы видим на экране смартфона сразу после активации отображается мой только что созданный аккаунт суть google аутентикатора это генерация кодов для входа на интернет сайт приложение генерирует новый код каждые 30 секунд старый при этом становится не актуальным то есть вы должны успеть за 30 секунд воспользоваться с генерированным кодом чтобы подтвердить вход на интернет сайт по ходу дела я хочу сделать небольшое примечание в момент подключения google аутентикатор после того как вы отсканировали qr-код и получили кодовое слово но она по неизвестным причинам не подходит вам необходимо проделать следующую операцию в мобильном приложении нажимаем на меню настройки три вертикальные точки в правом верхнем углу выбираем пункт настройки далее жмем на коррекция времени после этого пробуем активировать google аутентикатор снова и так как подключить google аутентикатор мы разобрались теперь давайте посмотрим как же он работает на практике сейчас я выйду из созданного мною аккаунта и уже с подключенной функцией защиты я попробую зайти в аккаунт снова обратите внимание сразу после ввода данных меня останавливает дополнительное окно где мне нужно ввести верификационный код достаем свой смартфон включаем приложение google аутентикатор и вписываем в поле сгенерированный приложением код помните вам необходимо успеть ввести его в поле пока в мобильном приложении он не поменялся если вдруг вас кто-то отвлек пока вы вписывали код а в мобильном приложении он уже поменялся то вписывайте новый у вас есть ровно 30 секунд с момента генерации чтобы ввести актуальный код ну я думаю с этим все понятно как только я ввел код меня благополучно впустили в свой аккаунт как вы видите по сути ничего сложного в пользовании данным приложением нет это действительно очень нужное приложение которым я настоятельно рекомендую пользоваться если вы работаете с интернет кошельками и другими ресурсами где есть опасность взлома вашего аккаунта злоумышленниками безопасность вашего аккаунта и ваших данных будет всегда на самом высоком уровне благодарю за просмотр данного видео я надеюсь это видео было вам полезно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал желаю вам удачи и финансового благополучия